На прошлой неделе в субботу, 23 августа, в отеле «Ливарант» состоялась долгожданная встреча с писателем-сатириком из Санкт-Петербурга Семеном Альтовым. Эта встреча для идовирусцев стала началом цикла мероприятий под общим названием «Петербургские встречи». Зал отеля, рассчитанный на 120 мест, был полон. Выступление питерского гостя длилось два часа с небольшим перерывом на антракт, во время которого все желающие, а их было немало, могли сфотографироваться в обнимку с кумиром. И после концерта зрители долго не хотели расходиться, многие хотели пожать Семену Альтову руку за отличное выступление и поговорить с ним. Сам гость очень благодарил организаторов мероприятия за созданную уютную клубную атмосферу и пообещал приехать в Нарвы ЕСУ снова. Вот я вам говорил, я чисто все то, что я читаю, естественно, в нашем церкви знают сейчас, потому что это очень популярно, берут анекдоты с интернета, копилируют. Все вот то, что я читал, это все родилось в этой голове, не знаю, интересно, интернет, естественно, я вот как бы все это придумываю. А вот это вот истиненно начали присылать на сайт люди, это не мое, но очень симпатичное. А что это такое? Ага, вот, извините. Есть, мы тоже все готовим. Если у рояля саймулет сжеченный, попробуйте поднять крышку. Если вы здесь сексом, шансы ваши, интересно, провести субботний вечер, увеличивайте в твое. Так хорошо, если дедушка на свое 80-летие задул все свечи на торте, значит, квартира освободится не скоро. Прекрасно. Если мужчина утверждает, что он в доме хозяин, значит, он об остальном тоже врет. Если вам перебежала дорогу черная кошка, за ней черная мышка, за ней черная жучка, за ней черная петучка, то дедушка выкопал не репку, а высоководный кабель. Если там он только зачистил, как адресом, перестанут уважать друг друга. Если вас попросят быстро придумать рифму в слово Европа, вы скажете Пенелопа, значит, вы не искренний, скрытый человек. И это все на сегодня. О других новостях из жизни города узнайте из следующих выпусков событий. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова